В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня главный судья теннисного турнира имени Николая Озерова – Мартынов Игорь Владимирович. Здравствуйте, Игорь Владимирович! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о значении теннисного турнира в жизни российского тенниса. Я бы даже сказал, что турнир имеет значение не только для российского, но и для международной теннисной жизни, потому что турниров второй категории очень мало. И как бы выстраивается пирамида. Сначала идут большое количество турниров в пятый, четвертый, третий, второй, и на самой вершине уже турниры большого шлема юношеские. То есть вот турнир Кубок Озерова, он находится уже ближе к вершине. И, соответственно, и количество очков, которые получают игроки за то, что они выигрывают на каждом этапе, соответственно, достаточно большое. Поэтому интерес к этому турниру не только у российских игроков, но и у зарубежных очень большой. Единственное, что сдерживает представительство иностранных участников, то, что они знают, что российская школа юношеского тенниса очень сильная. И есть шансы посмотреть Рязань и уехать без очков. Поэтому, так сказать, представительство не очень большое с точки зрения количества стран. Как бы, в общем-то, если брать другие турниры, то тоже там, так сказать, может быть не очень большое. Потому что международный турнир считается не потому, что там много стран, а потому что набирают в нем очки и участвуют те, у кого выше рейтинг. А стран, где сильные теннисисты и у которых высокий рейтинг не так много. Соответственно, получается, что здесь стран немного, но уровень участников очень высокий. А что значит турнир второй категории, если не на профессиональном языке? Значит, если, скажем, за победу в турнире пятой категории можно получить 30 очков, на турнире четвертой 40 очков, то здесь можно получить уже 100. То есть цена недели достаточно высокая. То есть если ты неделю играешь, то ты получаешь 100 очков. То же самое, как если ты проходишь первый круг на пятой категории, ты получаешь 5 очков. Здесь ты получаешь 10, потом 20 и так далее. То есть цена победы очень высокая. То есть ценность недели, которую человек играет на турнире, очень высокая. То есть ему не надо, чтобы набрать эти, условно говоря, например, 40 очков, не нужно играть на нескольких турнирах низкой категории. То есть эффективность его с точки зрения роста рейтинга очень большая. Вот вы сказали, что турниры международные. Какие страны-участники в этот раз принимают здесь игры? Значит, ну, страны-участники в основном европейские. Но у нас был и очень успешно выступил игрок из Венесуэлы. Вот, впервые на российских турнирах участвует. И, кстати, он сегодня играл в финале, вчера он проиграл в полуфинале. То есть как бы его, для него это было достаточно успешным. Вот. Что касается иностранцев, в основном это страны бывшего СССР, но у которых очень высокий уровень развития тенниса, традиционно. Потому что в Восточной Европе за счет того, что в СССР была сформирована очень сильная научная база и очень хорошая тренерская школа, вот пока это еще сохраняется. И вот в Восточной Европе теннис очень хорошо развит. Даже если посмотреть на лучших игроков и в любой возрастной категории, в основном это будут игроки Восточной Европы. Это будут чехи, поляки, словаки, россияне, украинцы, белорусы. И сейчас вот подтягиваются страны Прибалтики. Эстония, Латвия, Литва. Турнир проходит на Рязанской площадке. А вот как вы можете оценить организацию проведения турнира и само место для соревнований? Ну, я провожу в Рязани в этом году второй турнир. Потому что после Нового года здесь был рождественский кубок, европейский турнир, на котором играли игроки 14 лет и моложе. Я могу выразить свою точку зрения, что здесь все очень профессионально и очень хорошо и комфортно работать. Но я бы хотел добавить, что когда игроки уезжают, они или уезжают молча, или могут просто поблагодарить организаторов. Вот я хочу сказать, что были у нас поляки, которые вот уезжая, они сказали, вот был турнир под Москвой, там было больше пафоса, потому что там было больше денег и так далее. Но ваш турнир на очень, пожалуйста, спортивной точке зрения. И мы обязательно скажем, чтобы сюда приезжали и принимали участие в ваших турнирах. Потому что база очень комфортная, на ней очень хорошо и удобно работать. Персонал хороший. Очень большой, очень, в общем-то, я признателен руководству Академии Озерова за то, что они очень хорошо и эффективно помогают. Все очень хорошо организовано. Вот сейчас уезжали, сегодня мы просели с эстонцами, которые вот участвовали в полуфинале. Значит, то же самое они сказали, что нам очень понравилось. Мы обязательно будем говорить о том, что сюда можно приезжать. Потому что условия очень хорошие, комфортные, раздевалки хорошие, большое количество кортов. Это позволяет очень хорошо проводить турниры, я думаю, что любого, как юношеского, так и профессионального уровня. Академия тенниса имени Николая Озерова. Турнир имени Николая Озерова. Давайте расскажем телезрителям, кем был Николай Озерова. Николай Николаевич Озеров, возможно, что старшее поколение помнит его как замечательного комментатора, который очень хорошо и талантливо комментировал футбольные и хоккейные матчи. Но, кроме этого, он был выдающимся теннисистом. Наверное, никто не сравнится с тем количеством побед в одиночных парных и смешанных разрядах, которые он одержал за свою жизнь. И Николай Николаевич всегда очень поддерживал теннис, всегда традиционно очень много уделял ему внимания. Если, так сказать, поскольку трансляций теннисных не было, он очень здорово помогал и Московской федерации тенниса, и в целом всегда старался продвигать этот вид спорта. Я хочу сказать, что я уже больше 30 лет работаю судьей, и я хочу сказать, что много было у меня детей. Но вы знаете, что люди, так сказать, разные, и многие из них претендуют на то, чтобы показать, что они действительно, так сказать, очень крутые и значимые. Вот в сыне Николая Николаевича никогда этого не было. То есть он безукоризненно себя вел на площадке, и всегда он, если играли без судей, он всегда, неважно, выигрывал или проигрывал, он всегда приносил, собирал мячи и говорил счет. То есть с точки зрения воспитания это был совершенно безукоризненный человек. И как бы очень приятно то, что я вот провожу уже не первый раз, я все пытался посчитать 9, 10 или 11, я так и не... Просто у меня статистики нету, провожу этот турнир. На этом турнире играли все наши значимые теннисисты. Может быть, там Шарапова, потому что она была в Америке. Но все остальные, вот у меня даже где-то есть фотографии, я выкладывал там и в Фейсбуке и так далее, все олимпийские чемпионы, все играли на этом турнире. Он был в Сочи, он был в Москве, потом он опять возвращался в Сочи и так далее. Сейчас он в Рязани. То есть этот турнир знаковый для всего российского тенниса. Это старейший турнир, юношеский официальный. Потому что он сначала был просто международным турниром, потом, когда уже Россия стала самостоятельным государством, он уже стал рейтинговым и стал заявляться как турнир международной теннисной федерации. То есть этот турнир самый такой знаковый во всей истории современной России в юношеском теннисе. Наверное, круче только Кубок Кремля, но там играют профессионалы. Плюс еще турниру в этом году, он юбилейный, ему 30 лет. Как вы мне будет, отмечаете такую дату? Ну, я бы сказал так, отмечаем результатами. И очень приятно, что в парном разряде завтра будут играть рязанские девочки-теннисистки. И, так сказать, вот поскольку речь идет не о представительстве, да, о том, что они действительно должны быть сильными с тем, чтобы играть в финале. То есть это очень знаково, потому что турнир представительный, и достаточно большое количество игроков были по рейтингу выше них. То есть как бы вот финал – это показатель уровня их игры в настоящее время. Турнир до 19 лет по нашей классификации, по ITF – это 18 и моложе. Но дело в том, что очень много игроков, которым 15-16 лет. То есть наверняка они в будущем году тоже приедут и будут играть. – Вот для вас, как для главного судьи, какие-нибудь трудности или особенности, с которыми вы сталкиваетесь в ходе матчей? – Ну, я должен только сказать спасибо Академии имени Озерова, потому что все очень дружелюбно, очень хорошо организовано. Большое спасибо Федерации тенниса Рязанской области Александру Юрьевичу Гордееву за то, что он смог достойным образом организовать это все. спонсором турнира Ростех, который обеспечил самое главное – это финансовую поддержку. Потому что здесь дело даже не только в том, что нужно было обеспечить аренду кортов, которая, в отличие от других видов спорта, достаточно большая, значимая часть бюджета. Но дело в том, что турнир второй категории, он обязывает организаторов обеспечивать питание и размещение игроков. То есть, как бы гостиница и трансфер из гостиницы в Академию – это все было бесплатно. И это, так сказать, с того дня, как с воскресенья вечер, когда начинается основной турнир, и до следующего утра, после того, как человек проигрывает. То есть, когда речь идет о том, что у нас 145 человек участвуют в турнире, в основном турнире 96-48 мальчиков, 48 девочек, как бы это можно умножить на примерную стоимость номера, да, и плюс еще добавить сюда трехразовое питание, качественное, хорошее, у которого ни у кого из участников нареканий не было, плюс еще обеспечение мячами. И здесь, в общем, кроме слов благодарности у меня ничего нет. Кроме того, очень удобно и здорово, что в моем распоряжении были 8 кортов, что позволило вот в достаточно жесткие рамки турнира, 6 дней нам отвели, оперативно руководить и запускать матчи. То есть… А сколько матчей в день вам приходилось? Ну вот в первые дни у нас было 48 матчей. То есть мы начинали в 9 и заканчивали в 9. Игорь Владимирович, а можно ли говорить, что вот сегодня, в дни этого турнира, мы наблюдаем будущее нашего российского тенниса? Да, я думаю, что да. Да, потому что ребята играют действительно здорово. Потому что здесь вот именно вот, поскольку я в теннисе давно, я вижу, что они технически очень здорово оснащены, они физически подготовлены. И что очень важно в теннисе, у них очень хорошо работает голова. А в современном мире, когда речь идет о том, что от поколения в поколение идет, ну, так скажем, деградация, когда инфантилизм у детей, да, поскольку они сидят в компьютере и так далее, теряется способность абстрактного мышления. Значит, вот это вот теннис очень здорово тормозит и позволяет интеллектуру развиваться. Вот. И здесь вот ребята как раз и показывают то, что вот теннис – это та игра, которая позволяет человеку очень здорово совершенствоваться. Если говорить о планах, можно ли утверждать, что следующий турнир Озерово состоится тоже в Рязани? Ну, это зависит от организаторов, потому что они подают заявку в Федерацию тенниса России, которая уже свою заявку направляет в Международную теннисную федерацию. Ну, насколько я понимаю, если спонсоры остаются, остается база и так далее, будем надеяться, что в будущем году он уже, я думаю, что можно говорить уже о традиции, будет проходить тоже в Рязани, потому что база очень хорошая, еще раз хочу подчеркнуть, и отвечает всем не просто международным стандартам, да, а, так сказать, уже где-то вот даже, может быть, немножечко их перекрывает. Спасибо вам за рассказ, мы желаем вам удачи, успехов. Спасибо большое. Через зрители напомню, что в гостях у нас сегодня был главный судья теннисного турнира имени Николая Озерова Игорь Владимирович Мартынов. Спасибо за внимание, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова